Люди узнают, рукой машут, некоторые сигналят. На дороге он уже свой. В инвалидной коляске Павел Паповиченко ездит по Первоуральску уже три года. Говорит, автохамов раньше было больше. Теперь первоуральцы стали гораздо вежливее. В основном крутые машины, в одном месте выступают. Наши такие, кто на простеньких ездит, гонят. Правила движения он знает отлично. Еще в 90-е сдал на права. В автошколе ему обещали подарить машину. Но этого так и не случилось. А сегодня он все же на колесах. Только не за рулем, а за пультом управления. У меня действуют правила велосипедиста, поэтому даже если велосипедист вот таким образом поедет, это разрешено. Скорость Павел не превышает. Едет всего 6 км в час. Старается держаться ближе к бордюру. Только вот заезд на тротуар стал для него серьезной проблемой. Бордюр тут очень высокий. И моя коляска тут не проедет. Труднопроходимые для Павла центральные улицы Ватутина и Ленина. Мужчина дело так не оставил. Его борьба за доступную среду началась в прошлом году. С жалобой на неудобный бордюр он обратился на телевидение. Я обращался в том году на телевидение. С противоположной стороны там тоже невозможно было проехать. После моего обращения уже сделали, отремонтировали. И в этом году Павел не намерен сдаваться. Он просил чиновников включить его в общественную комиссию по приемке дорог. Но в администрации, говорит, на его просьбу не ответили. Хотя Павел и дорогу чувствует, что называется всем телом, и все нормы знает. Норма бордюра 4 сантиметра. Но опять он же должен быть такой чуть-чуть пологий. Бордюрный камень сейчас меняют по всему городу. Такая работа проводилась и в прошлом году. Но, как говорят представители подрядчика, бордюры зиму не пережили. Сумма контракта вместе с ремонтом дорожного покрытия 51 миллион рублей. Во многих пешеходных зонах устанавливают бордюры высотой по 10 сантиметров. Как говорят специалисты, это заложено в проекте. Я исполнитель. У меня есть исполнительная схема, понимаете, по которой я работаю. Но шанс, что ситуация изменится, все же есть. В этом году в Свердловской области выделена значительная сумма на реализацию программы «Доступная среда». Сейчас доля федерального софинансирования на 2015 год составляет 95 миллионов рублей, плюс наши областные денежные средства порядка 150 миллионов рублей. То есть совокупно это свыше 240 миллионов рублей. В Екатеринбурге средства планируют потратить на пандусы, специальные автобусы, лифты и подъемники в старых зданиях. Появится ли новшество в Первоуральске, пока не ясно. Министр соцполитики подчеркнул, что чаще всего те, кто занимаются благоустройством, знают ГОСТы и делают так, чтобы было комфортно всем. Но если у горожан есть претензии, молчать, по мнению чиновника, не стоит. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Елизавета Наконечникова, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.